Как до, так и после выборов перед Арменией стояли и стоят три глобальные проблемы, и решать их предстоит новому составу Национального собрания и правительства, которое рано или поздно будет утверждено парламентом. Об этом заявил Трент, российский историк и политический аналитик, профессор Олег Кузнецов. Первое – это отказ от Карабаха и официальное его признание частью Азербайджана. Второе – демаркация государственной границы с Азербайджаном с последующим выходом с ним на подписание мирного договора. Третье – открытие Зангизурского коридора. Сегодня не суть важно, какая из этих проблем будет решаться первой, а какая второй или третьей. Последовательность здесь уже роли не играет. Без решения всех этих трех проблем в комплексе у Армении не будет будущего, и ей останется только депрессивное тусклое настоящее, без надежды на перспективу. В любом случае, населению этой страны и ее руководству придется выбирать между амбициями и благополучием. И этот выбор им придется делать самостоятельно, отметил он. Аналитик также прокомментировал тот факт, что Армения до сих пор говорит о несуществующем уже Нагорно-Карабахском конфликте. Он считает, что мнением Армении в данном вопросе можно пренебречь как статистической погрешностью. Понятно, что заявления подобного рода рассчитаны прежде всего на внутреннюю аудиторию, чтобы поддерживать в части общества веру в светлое будущее. Кроме того, тем самым официальный Ереван подыгрывает некоторым своим внешним партнерам, например, президенту Франции Макрону, у которого в будущем году очередная выборная гонка за пост главы государства. И голоса миллионной армянской диаспоры будут ему как нельзя кстати. Если сейчас официальные лица Армении вдруг заявят, что никакого армяно-азербайджанского конфликта уже нет, то Макрон будет выглядеть шутом, который не понимает реалии международной обстановки, что нанесет серьезный удар по его и без того низкому электоральному рейтингу, заявил Кузнецов.